Я знаю, как разрывается сердце матери, когда ее ребенок плачет. Хочется это остановить, но как это сделать и нужно ли это делать? Я постараюсь максимально снабдить вас информацией, какие могут быть причины, к чему готовиться и нужно ли что-то реально делать. Главная проблема плача маленького ребенка, это то, что ребенок не умеет говорить. Он не может объяснить, что с ним происходит, и из-за этого родители паникуют и не знают, как ему помочь. Поэтому сейчас я хочу рассказать вам все причины, из-за которых ребенок может плакать. А если ребенок постарше, получается он что, манипулирует или, например, его тоже что-то не устраивает? Давайте разбираться и начнем мы сначала с причин. Давайте разбираться, что же вообще такое плач и почему первое время ребенок только и делает, что плачет. Плач это самый яркий акцент, самый яркий триггер для родителей, который точно сработает. И поэтому природой придумано, что ребенок, проявляя свой дискомфорт, или может быть свое желание пообщаться, или может быть в желании сделать что-то, чтобы его увидели, ребенок будет плакать. Потому что если представить ситуацию, что ребенок бы всегда смеялся, вы бы просто к нему не подошли. Потому что как мы реагируем на смех или улыбку? Да, хорошо, значит все в порядке, подходить не будем. В случае же плача это работает всегда стопроцентно. Если мама или папа слышат, что ребенок плачет, они сразу бегут к нему и выясняют причину. Самая частая проблема и причина появления детского плача, это, конечно, перевозбуждение. Это режим, который отсутствует. Ребенок слишком долго бодрствовал, он устал, он уже больше не хочет ни спать, ни есть, ни бодрствовать, но не знает вообще, чем ему заняться. И поэтому он, будучи в перевозбужденном состоянии, начинает плакать. И родители не знают, как ему помочь. Они его укладывают, а он не засыпает. Они его кормят, а он не кушает. Они его развлекают, а он продолжает плакать. Поэтому обязательно выстраиваем режим самого рождения ребенка. Вы можете всегда обратиться к лекции по режиму, которая уже была на моем канале. Вторая причина это дискомфорт. Что может быть по словам дискомфорт? Например, ребенок обкакался, например, ребенок описывался, например, ему холодно или же жарко, или у него есть какие-то трещинки, или у него есть какие-то царапины, или может быть ему просто сейчас эмоционально некомфортно находиться в том или ином пространстве. Все это вы должны учитывать, смотря на вашего ребенка, и понимать, что причины плача могут быть совершенно разные. Третья причина это, конечно, когда у ребенка что-то болит. Причем это не обязательно связано с каким-нибудь падением. Это может быть что-то внутриутробное, что-то не дает ребенку покоя. Тогда можно посетить невролога, или же, например, сходить к остеопату. Потому что зачастую у детей бывают так называемые головные боли, или может быть какой-то дискомфорт в плечевом поясе. И зачастую после нескольких сеансов остеопата ребенок перестает плакать без каких-либо причин, если вы понимаете, что он в режиме, что он сухой, что он не голодный, и все в порядке. Ну и четвертая причина это эмоциональная составляющая. Когда ребенок просто не может справиться со своими эмоциями, и, конечно же, выражает это в плаче. Вообще хочу сказать, что материнство это такая серьезная штука, и именно из-за того, что она такая большая, и в одном выпуске об этом не рассказать, я создала целую огромную школу здесь на YouTube. И я хочу, чтобы вы меня поддержали. Все очень просто. Вам нужно подписаться на канал, включить уведомления, и постоянно ставить лайки на видео, потому что благодаря лайкам видео продвигается. И таким образом выпуски смогут видеть еще больше родителей. Как же в целом реагировать на плач ребенка? Ни в коем случае не нужно плакать вместе с ним, потому что ребенок увидит ваши эмоции на фоне своего плача и расстроится еще больше. Вам нужно понимать, что плач это лишь проявление каких-то внутренних проблем, или, может быть, каких-то эмоций, с которыми нужно так же, как и с любым другим проявлением, правильно бороться. Или, может быть, не бороться, а найти правильные ключи. Вот и все. Если мы говорим о маленьком ребенке, то, да, я хочу сказать самую главную истину. Ребенок иногда плачет ни с того ни с сего. Он может плакать просто так. Вы не виноваты в этом. Он абсолютно сухой. Он сытый. У него ничего не болит. Но он будет все равно плакать. И это тоже нормально. Вы должны это допускать и понимать, что, да, дети плачут. Это факт. Если вы уверены в том, что ребенок здоров, и с ним все в порядке, то не нужно так ярко реагировать на плач, расстраиваться, говорить о том, что вы плохая мать, и так далее. Скорее всего, ребенок подрастет и будет плакать гораздо меньше. Тем более, если вы будете всегда на негативные эмоции реагировать позитивом и пытаться с ребенком прожить эти эмоции. И как раз здесь я хочу поговорить о детях, которые, например, старше года. Или, может быть, трехлетки, которые могут ни с того ни с сего заплакать. И, конечно, здесь уже это будет проявление эмоций. Ребенок, чем старше он становится, начинает смотреть границы. Тем более, он начинает смотреть границы родительского терпения и вообще в целом, кто такие эти родители. В три года он формируется как личность, и ему интересно, что происходит вокруг него. И он начинает проявлять свои эмоции, которые так или иначе появляются. Эмоции есть позитивные, есть негативные. На позитивные эмоции все обычно реагируют адекватно. А вот на негативные, такие как плач, истерика, крик, все хотят никак не реагировать, чтобы это каким-то образом само закончилось. И никто никак не хочет с этим вступать в диалог или придумывать какие-то выходы. И вот это самая главная ошибка. Если подросший ребенок начинает плакать, значит, он хочет до вас что-то донести. И это не обязательно связано с тем, что он вами манипулирует. Потому что действительно, есть дети, которые манипулируют родителями в случае, когда родитель, например, очень уязвим. Если он может также на плач ответить плачем. Если, например, ребенок плачет, и родители ему покупают игрушку. Или, например, ребенок начинает плакать, и мама начинает сразу ребенка кормить сама ложкой. Хотя, в принципе, в обычной жизни ребенок ложкой прекрасно ест и сам. Так вот, нужно разобраться в причине этого плача или каких-то истерик и каких-то эмоций. Потому что с эмоциями очень трудно бороться. Мы, взрослые люди, не всегда справляемся с эмоциями. На нас наругали на работе, мы наругались на всех в семье. Мы расстались с парнем, у нас плохое настроение. И все вокруг должны об этом знать. Это и есть нежелание работать над своими эмоциями. Мы хотим плакать, мы хотим, чтобы нас успокаивали. И с ребенком происходит то же самое. Ни с того ни с сего у него было все замечательно и прекрасно. И вдруг, откуда ни возьмись, появился этот злосчастный желтый ботинок. А хотелось красный. А может быть, именно синюю шапку. Вы представляете, насколько глобальна для ребенка эта проблема? Я не хочу одевать эту куртку, мне нужен только комбинезон. Если вы будете воспринимать эти проблемы ребенка со смехом, то ни к чему хорошему это не проведет. Потому что в данный момент у ребенка реальная проблема. Он хотел взять с собой этого гуся и не хотел брать с собой медведя. Он начинает плакать, вы начинаете злиться. И что происходит? Полное недопонимание. Что нужно сделать, если ребенок находится в истерике или в плаче? Нужно к нему подойти, сесть прямо на одно колено перед ним, чтобы быть глаза в глаза, и сказать, я очень тебя понимаю, мне тоже очень обидно, это безумно неприятно, что сейчас придется одеть куртку, а мы не можем взять с собой комбинезон, или мы не можем взять с собой эту игрушку. Но понимаешь, по-другому никак. И чем больше вы будете объяснять ребенку причину его негатива, тем быстрее он поймет, что это просто негативные эмоции, с которыми нужно уметь справляться. Туда же относятся и плач, туда же относятся и истерики. И если вы на данном этапе научите ребенка правильно реагировать на эмоции, то потом вы сделаете из него взрослого, стрессоустойчивого человека, которого не будет раздражать, что ему наступили в автобусе на ногу, или, например, где-то на него случайно накричали. Он будет находиться в спокойном состоянии и сможет адекватно реагировать на стресс. Но если вы чувствуете, что вы не справляетесь, потому что на словах это все звучит очень доступно, но я знаю, что не каждая мама может справиться с эмоциями, с истериками, с плачем и так далее, то вы всегда можете обратиться к врачу, не стесняйтесь этого. Есть такой замечательный врач, как психотерапевт, который поможет вам найти вот эту эмоциональную связь матери и ребенка, отца и ребенка, или эмоциональную связь внутри семьи. Потому что часто после одного сеанса психотерапевта ребенок становится совершенно другим. Не потому что ребенок изменился, а потому что родители поменяли свое отношение к нему. Давайте вернемся еще к маленьким детям, потому что у них все гораздо проще. Изначально нужно провести комплекс мероприятий, которые дадут вам понять, а почему ребенок плачет. Ну, например, это первое, проверить памперс. Сухой ли он и чистый ли он? Если нет, естественно, поменять его, и, скорее всего, ребенок успокоится. Вторая история, о которой родители не задумываются. Если вы не используете памперсы трусики, а используете памперсы с застежками, наверное, вы никогда не задумывались о том, что застежки могут быть неудобными, могут сползти и будут натирать ребенку кожу. Из-за этого он, конечно, может расстраиваться. Да и вообще, если вы не знаете, как правильно одевать ребенку памперс и трусики, и памперсы с застежкой, вы всегда можете обратиться к моему видео инструкции, как правильно одевать ребенку памперс. Ссылку на это видео я оставляю в описании. Переходим дальше. Это одежда. Очень важно ребенка одевать по погоде. И это не только касается прогулок на улице, это еще может касаться и ситуации в доме. Если у вас в квартире жарко, а вы ребенка одели и в кофту, и в штаны, и в носки, еще, может быть, завязали чепчик, то, конечно, ребенку будет некомфортно. Он захочет просто себя все снять, и вы будете на него все равно одевать, одевать и одевать. Конечно, ребенок из-за этого может заплакать. По поводу ночи. Если ребенок одет в боди, сверху вы еще его запеленали, а сверху еще положили одеяло, да, я думаю, вы уже знаете ответ. Конечно, ему тоже будет жарко и некомфортно. Такая же ситуация может быть, если ребенок замерз. Пошли на улицу, забыли одеть варежки, у ребенка замерзли руки, и, конечно же, он будет плакать. Поэтому, когда ребенок начинает плакать, изначально разберитесь со самыми простыми моментами. И, возможно, именно в них крылась проблема плача. Давайте подытожим, как же реагировать на детский плач. Но, во-первых, не паниковать. Во-вторых, не переживать за то, как будут окружающие на это реагировать. Вообще, самое главное, это успокоиться самому и успокоить ребенка, и обязательно с ним говорить. Тема эмоций, она, конечно, такая обширная, что, мне кажется, заслуживает целого выпуска. И если вы вдруг хотите, чтобы мы записали такой выпуск, обязательно напишите об этом в комментарии. А я пока разыграю свою книгу. Под первым видео я запускала конкурс, где первый сотый и пятисотый комментарий получают мою книгу. Итак, победители. Первый победитель – это Катерина Чамор с комментарием «Я вами восхищаюсь». А второй победитель – это Елена Ким, которая написала «Хочу книгу». Но пятисотого комментария до сих пор еще нет. Поэтому именно ты можешь быть и выиграть мою книгу. А я поздравляю победителей. Ждите вашу книгу. Пишите обязательно в мою школу, ссылка на которую находится в описании под этим видео, свою почту. И обязательно напишите «Я выиграла книгу». Тогда мы сможем с вами связаться, узнать ваш адрес и переслать вам подарки. В следующем выпуске, который будет уже через неделю, будет очень крутой специалист. Поэтому обязательно подпишитесь, включайте уведомления, и тогда вы сможете узнать первыми, когда видео будет на канале. Пока-пока!